На кону мемориала Владимира Келлина 16 комплектов наград. За них два дня борется более 200 дзюдоистов со всего Поволжья. Больше всего претендентов на медали из Самарской области. Юноши и девушки до 13 лет специально готовились к этим межрегиональным соревнованиям, рассказал специалист Центра спортивной подготовки Самарской области. С завоеванной медали на этом турнире пропуск в сборную команду региона под дзюдо. Это очень большой плюс проводить такие открытые турниры. Федерации дзюдо большое спасибо за организацию. Организация очень хорошая, зал хороший, соревнования на высоком уровне. Как ребята выступают, как проходят финалы, очень замечательно, очень хорошо. Мне понравилось. Владимир Келлин. Друзья называли его Михалыч, известный самарский спортивный журналист и телеведущий. Почти четверть века он рассказывал о самых значимых спортивных событиях региона и достижениях самарских атлетов за его пределами. Его знаменитую улыбку знал не только весь город, но и вся страна, уверены его друзья, приехавшие на мемориал. Среди них один из руководителей дзюдо по Волжья Дмитрий Новиков. Знаковое мероприятие, потому что оно действительно очень несет позитивный настрой. Это мероприятие проводится в память, я считаю, величайшего человека. Он такой человек очень сильный был, многогранный. С уважением к нему отношусь, потому что весь мой тренерский путь начинался при Владимире Михайловиче Келлине. Друзья Келлина вспоминают. Он особое внимание уделял развитию детского спорта. Много лет проработал тренером. Но в 2014-м жизнь журналиста с лучезарной улыбкой оборвалась в автокатастрофе. Через год турнир под дзюдо в его честь впервые провели в Кенеле, где жил Владимир Михайлович. Затем соревнования стали областными и проходят в Самаре. Сегодня мемориал уже межрегиональный. В планах организаторов сделать его всероссийским и официальным. А это значит, что чемпионам и призерам будут присваивать спортивные звания – юношеские и взрослые разряды. С каждым годом уровень соревнований растет, в том числе и участники соревнований. То есть, так сказать, соревнования становятся более популярными. Все достойные конкуренты. В финале из разных регионов, в том числе и Самарская область, участвуют в финале. То есть, в основном привозят действительно сильных ребят, которые готовы дать отпор. Вручает награды победителям и призерам соревнований вдова Владимира Кейлина – Марина. Она же по традиции и открывает мемориал известного самарского журналиста. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.